Киноклуб для пенсионеров. В территориальном центре социального обслуживания Приморского района открылся кинозал. Он работает раз в неделю по вторникам и рассчитан на 20 мест. Впоследствии киноклуб будет расширяться. Какие фильмы выбирают одесситы преклонного возраста, знает Юлия Федорова. Сюда не приходят с пачками заявлений, не жалуются на протекшие крыши, низкие пенсии, не стоят в очередях. Здесь смотрят кино. Бесплатно и без предварительной записи. В небольшом зале установлен проекционный экран. В помещении тепло и уютно. Сегодня в киноклубе показывают чешскую драму «Мост». Фильм об умении делать выбор. Я первый раз пришла, посмотрю, что это такое. Ну, раз говоря, что очень интересно, значит, я тоже буду ходить. На прошлой неделе здесь смотрели американскую драму «Семь жизней» с Уиллом Смитом в главной роли. Тамара Константиновна до сих пор с восторгом делится впечатлениями. Это не фильм, а сказка. То есть это жизненно. То есть ты переносишься в этот фильм. То есть ты чувствуешь это все. Это не так просто. Вы понимаете меня? После просмотра «За сладким чаепитием» зрители обсуждают то, что увидели. Здесь показывают все. Комедии, драмы и даже криминал. В конце встречи обговаривают тематику и жанр фильма, который хотели бы увидеть в следующий раз. Случается так, что вот те вопросы, которые я не могу решить в жизни самостоятельно, я вижу в кино. В центре соцобслуживания Приморского района еще десятки бесплатных клубов и кружков. Здесь изучают культуру, искусство, иностранные языки, психологию и учатся работать на компьютере. А еще занимаются восточными танцами, режиссурой и декоративно-прикладным искусством. Кинозал открылся в рамках программы активного долголетия. Наш киноклуб более направлен на современное кино. Современные фильмы, зарубежные наши, отечественные, украинский кинематограф. Что было, о чем пообщаться друг с другом, с внуками. Встречи киноклуба проходят каждый вторник в час дня на Нежинской, 42. Юлия Федорова, Валентин Мирза, 7 канал.